В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте! И в начале выпуска коротко об основных событиях. Московская область отметила 90-летний юбилей. Юбилей – это всегда повод отметить результаты. В преддверии Дня учителя в Бутовской школе наградили лучших преподавателей муниципалитета. Я благодарю каждого учителя, каждого педагога, я благодарю каждого руководителя образовательного учреждения. Винновский художественно-технический лицей присоединился к проекту «Стихи живут». Когда-то сам на третьей партии у стены о будущем мечтал и взрослым стать спешил. Московская область отметила 90-летний юбилей. В честь этого события в Доме правительства Подмосковья прошел зрелищный концерт, а также награждение тех жителей региона, кем по праву может гордиться вся страна. Вместе с делегацией от Ленинского городского округа отправилась на мероприятие и наша съемочная группа. В Дом правительства на торжество в честь 90-летия Московской области съехались делегации из всех муниципальных образований региона. Среди них – выдающиеся деятели искусства, спорта, медицины, представители администрации городских округов и депутаты. 90 лет – это очень значимый юбилей. И учитывая то, что Московская область – один из самых динамично развивающихся регионов страны, то это для нас очень много значит. Здесь действительно очень много факторов, которые позволяют нам занимать эту позицию. Это и логистика, это и люди. Торжественную часть губернатор Московской области Андрей Воробьев начал с приветственного слова. Юбилей – это всегда повод отметить результаты. 90 лет назад в Московской области проживало 2,5 миллиона человек. С тех пор мы выросли втрое. Сегодня численность региона – 7,6 миллионов человек. Вместе со столицей мы растем быстрее всех в стране. Андрей Воробьев поблагодарил за работу врачей, спасателей, работников правоохранительных органов, общественной организации, поздравил учителей с грядущим профессиональным праздником. Он также выразил благодарность за плодотворное взаимовыгодное сотрудничество мэру Москвы Сергею Собянину, который тоже приехал поздравить жителей области с юбилеем. Для нас, конечно, очень важно каждый шаг в своем развитии сверять с друг другом и вместе планировать развитие нашего огромного региона. Губернатор Московской области вручил выдающимся жителям региона госнаграды, почетные грамоты и благодарности. Среди лауреатов – спортсмены, ученые, врачи, артисты и общественные деятели. А затем гостей порадовал праздничный концерт, в котором, помимо признанных звезд эстрады, выступили самые выдающиеся юные исполнители Подмосковья. В их числе – воспитанник детской школы искусств города Видное Лев Таран. Представители делегации от Ленинского городского округа поделились с нами своими впечатлениями о праздновании юбилея, концерте и выступлении нашего земляка. Нас порадовало выступление нашего ученика детской школы искусств Видное Льва Тарана. Он последние годы сделал серьезный прорыв на нескольких, так сказать, конкурсах. Без области мы никуда, это наше все, мы часть одного единого пространства, поэтому сегодняшнее мероприятие только положительные впечатления, очень хороший концерт, наполненный именно нашими номерами, наших дарований, молодых и знаменитых, поэтому одни положительные эмоции. В этот день праздничная атмосфера буквально витала в воздухе. Поздравляю я всех-всех жителей Подмосковья, особенно молодежь, которым жить, жить и жить, и прославлять наше родное Подмосковье. Мы уходим, но мы знаем, что мы оставляем после себя очень хороших людей. С 90-летием Московской области ее жителей со сцены поздравили народные артисты России Игорь Бутман, Дмитрий Харатьян, Максим Дунаевский, Нонна Гришаева и Денис Майданов. Екатерина Борисова, Виктория Филатова, Александр Логинов, Ольга Садовская, ВИДНЭТВ. В преддверии Дня учителя в Бутовской школе номер один состоялось торжественное мероприятие, на котором чествовали лучших преподавателей муниципалитета. О том, как прошел праздник, расскажет наш корреспондент Дмитрий Книга. Чуть больше месяца назад состоялось торжественное открытие нового здания Бутовской школы номер один. И вот в образовательном учреждении снова праздник. Сюда съехались педагоги со всех школ муниципалитета на День учителя. Школа открыла свои двери для учащихся и для родителей 2 сентября 2019 года. Несомненно, это первое такое большое и очень ответственное мероприятие. И мы рады, что оно проходит именно в День учителя в этом году в стенах нашей школы. В фойе была развернута выставка народных промыслов, которую с интересом рассматривали коллеги по преподавательскому цеху. Перед началом торжественной части для учителей провели экскурсию по самой большой школе муниципалитета. Я в этой школе первый раз. Мне здесь безумно понравилось. Очень просторно по сравнению с маленькими сельскими школами. Светло, много народа. Все встречают, провожают, все объясняют. Праздник объединил педагогов самых разных направлений. Не только книжки нашего дел, но еще и красота, и душевная красота, и радость, и сам праздник. Он поднимает настроение, ставит новые цели, подчеркивает, что мы стараемся не зря. Профессия учителя физкультуры для меня одна из важнейших, потому что спорт для меня – это жизнь. И главное для человека профессия, чтобы она была в радость, в удовольствие. Собравшихся в зале поздравил глава Ленинского района Валерий Венцель. По его словам, профессия учителя – одна из самых важных. Именно преподаватели закладывают фундамент успеха в будущих поколениях. Я благодарю каждого учителя, каждого педагога, я благодарю каждого руководителя образовательного учреждения за то, что вы действительно много делаете. И появляется большое количество талантливых ребят, которые уже, выходя из стен школ, понимают, куда они пойдут дальше учиться. За многолетний труд были награждены лучшие учителя и воспитатели, работающие в образовательных учреждениях округа. И сегодня я хочу выразить слова огромной благодарности и признательности ветеранам педагогического труда. Ваша мудрость, ваш опыт – это основа, на которой держится образование. А молодые педагоги – талантливые, яркие, энергичные – его будущее. В праздничном концерте принимали участие сами педагоги, ведь среди них так много разносторонних творческих личностей. Самым трогательным выступлением стало посвящение учителям от хора Видновской школы номер 5. А главным музыкальным подарком стало поздравление от заслуженного артиста России Алексея Глызина. Песня «Письма издалека» Дмитрий Книга Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ Учить детей директор 11-й школы Ольга Доманевская считает своим жизненным кредо. Говорит, в профессию преподавателя могут идти только глубоко преданные этому делу люди. Накануне Международного дня учителя наш корреспондент Юлия Погасьян пообщалась с Ольгой Доманевской, которая поведала нам о своем жизненном пути. В профессию учителя Ольга Доманевская пришла не случайно. Ее мама тоже преподавала, была директором школы. Все детство наша героиня провела в стенах учебного заведения. Помогала маме проверять тетради и заполнять журналы. Но все-таки у меня была и несколько другая мечта с детства. Я мечтала быть врачом. Быть кардиологом. Не знаю, почему во мне это зародилось, мысли. Я все время хотела стать врачом. Я много книг читала. Но так случилось, что именно со школой жизнь меня связала на долгие годы. И я думаю, что это весь смысл и мое жизненное кредо. Родители всегда играли большую роль в жизни Ольги Викторовны. Она до сих пор помнит наставление отца. Чтобы квалифицированно работать в среднем образовательном учреждении, необходимо познать профессию самых азов. Поэтому перед поступлением в педагогический институт она начала трудовую деятельность воспитателем в детском саду. Шли годы. Ольга Викторовна поднималась вверх по карьерной лестнице. Ей всегда была интересна внеурочная деятельность. Так она стала заучем по воспитательной работе. А сегодня Ольга Доманевская – директор Видновской школы номер 11. Из опыта своей работы, что человек, учитель, который приходит в школу, по нему сразу видно, готов он работать или нет. Если он живет в школе, если он может здесь оставаться столько, сколько нужно, а не столько, сколько у него прописано часов работы. Если он живет жизнью детей, это школьный человек, он будет здесь долго, его будут любить. Именно таким человеком является Ольга Доманевская. Ее любят и ученики, и учителя. Она создала в школе дружескую обстановку. Здесь для ребенка открыты все дороги. В 11-й школе 4 профильных класса. Масса кружков. Дети постоянно выезжают на экскурсии. В образовательном учреждении регулярно проводятся различные массовые мероприятия. Вот и ко дню учителя ребята подготовили для педагогов праздничный концерт. В красоте здоровье. Леди Галасову. Она очень добрая, красивая, милая. Я желаю ей любви и счастья, здоровья. А для коллег Ольга Викторовна стала надежной опорой. В трудную минуту всегда придет на помощь. Это очень хороший руководитель, который сплотил вокруг себя нас, всех учителей. Который поддерживает трудную минуту. Первое, что бросается в глаза, когда входишь в кабинет к Ольге Викторовне, это большая коллекция декоративных колокольчиков с разных городов, стран и с разными рисунками. Ольга Викторовна, какой колокольчик самый яркий для вас, самый любимый? Могу сказать точно, что любимые все. Потому что у каждого своя история. Вот, допустим, этот колокольчик был самый первый в моей коллекции. Его подарила мне родительница на день учителя. Всего более ста кабакольчиков, и коллекция продолжает пополняться. А еще Ольга Доманевская удостоилась чести войти в книгу-сборник «Персон России». Ее мечта – создать в 11-й школе музей истории русской письменности. У нее в собственности находятся десятки экземпляров старинных книг. Очень древняя книга и интересная «Откуда пошла земля русская» – 1914 года издания. Вот «Жизнь и деятельность» Джона Рескина – 1896 года издания. И такой музей в школе, возможно, появится очень скоро. Сейчас идет процесс подбора помещения и сортировки изданий. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видно этого. «Стихи живут» – это в очередной раз доказали ученики и педагоги Видновского художественно-технического лицея, куда сотрудница историко-культурного центра Наталья Замарина отправилась со своим проектом. Послушала стихотворение, посвященное Дню Учителя, и наш корреспондент Татьяна Брылова. В каком бы веке мы ни жили, и как бы ни называлась наша страна, учитель неизменно остается одной из важных и престижных профессий. Ребята 4-го А-класса Видновского художественно-технического лицея, читая стихотворения Роберта Рождественского, Юлия Кима, Андрея Дементьева, подтверждали высокое звание учителя. Старенью и годам опреки, за старшими идут ученики, идут года, вращается земля, растят учеников учителя. Их мудрый взгляд и добрая рука, учебный, главный для ученика. Удачи вам, дебюданты и асы, удачи! Особенно по утрам, когда вы входите в школьные классы, одни как в клетку, другие как в храм. Удачи вам, занятые делами, которых не завершить, все равно накрепко скованные кандалами, инструкции и окриков изгорано. Удачи вам, по-разному выглядящие, затеями и без всяких затей, любящие и ненавидящие этих, будь они трижды детей. Стихами дети хотели выразить ту огромную благодарность и любовь к своим учителям, которую те заслуживают. Счастья, здоровья, всего самого наилучшего, и особенно того, чего они сами хотят. Я хочу пожелать всем учителям здоровья, чтобы они оставались такими же энергичными, хорошими, добрыми, чтобы еще молодые учителя находили свои половинки в жизни и никогда не были одиноки. Счастья, здоровья, хорошей работы и хороших учеников. Профессия учителя, она очень важна и незаменима ничем, потому что без учителей все бы были безграмотными. Здоровья, радости и поздравляю с ним учителя. В этот день участники проекта несколько вышли за его рамки. Учителя тоже решили прочесть стихи. И хотя чьи-то предметы далеки от литературного творчества, поэзия им близка. И вот звонок, пустеет быстро школьный дом, в звенящей тишине последние шаги, но в тихом классе все сидишь-то за столом, и вновь перед тобой твои ученики, и в тишине ты думаешь о них, вчера чужих, теперь родных, про их вопрос, про свой ответ, про то, на что ответа нет. А завтра снова день придет, и школьный радостный народ запомнит шумом этажи, и в вихре жизни закружит. Когда-то сам на третьей партии у стены о будущем мечтал и взрослым стать спешил. Уже тогда ты быть учителем решил, нелегкий выбрал путь, но знал, что хватит сил. В твоих руках судьба страны, судьба земли, твоих учеников исполнится мечты, им сеять хлеб и корабли вести, жизнь детям посвятить, как это сделал ты. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Елена Кошлева, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова